Я, как представитель Аль-Джазира, хочу вам сказать, что реакция украинских СМИ в арабском мире очень негативна. Отношение к украинским СМИ, да? Отношение, да, очень негативное. Почему? Потому что реакция украинских СМИ, не все, конечно. Но дело в том, что когда что-то происходит, и кто-то говорит в Украине, то это получается, что вся Украина так говорит. Например, я даю близкий сегодняшний пример и немножко далекий. Сегодня украинские журналисты были в Египте, были в Шармшеке, причем были в Сине, там город Сина, на юге Сине. То есть там спокойно, там спокойно. Это журналисты, они поехали туда с одним вопросом, для того, чтобы вы говорите насчет политизирования, да? А я говорю сейчас насчет циреноправленности. Поехали туда с одним вопросом, для того, чтобы обсуждать, украинские туристы могут ехать туда или не могут ехать туда? Хорошо. Хорошо. Они поехали туда, для того, чтобы найти решение до этого вопроса и вернуться. Это не так страшно. Это не так страшно. Хотя они были там, где можно очень много вопросов обсуждать и открыть украинские глаза на то, что происходит на самом деле в Египте. Украинские СМИ об этом не говорят, так как говорят арабские СМИ. Далекий пример. Вопрос Сирии, который продолжается уже третий год. Единственные СМИ, которые поехали туда и работали на месте события, поехали. И я не знаю, в каких там... То есть я, потому что сам Сирии, знаю, где они были. Они вообще не были там, где есть какие-то кровопролития. Они были там, где есть, там, где власть еще держит себя. И передали, дали такое впечатление о том, что все прекрасно. И действительно там все идет против терроризма. С резолюцией, наверное, есть. И сто процентов есть. Арабские журналисты страдают от этого намного больше. Потому что все-таки Украина демократическая сторона. Не на сто процентов, как хотим. Но демократы тут действуют. У меня есть много коллег, которые реально работают свободно. И передают глазами, своими глазами. Не глазами редакции. Передают то, что они видят. И берут со всех свои точки зрения. И выполняют свою роль. Журналист. Как ему выйти из этого? Как ему выйти из этого? Журналисты должны работать вместе для того, чтобы выйти из этого. Потому что тогда и только тогда будут выполнять свою цель, свои профессии. Священные профессии. Потому что эта профессия может намного влиять положительно на общество, если она будет идти прямо в свою цель.